В Черкесске состоялся творческий вечер лауреатов всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей Рината Урумова и Майи Барануковой. В концертной программе были представлены старинные адыгские народные и авторские песни, исполненные в традиционном формате и современной обработке. В узком кругу ценителей аутентичной музыки оказалась и Фатима Даурова. В этот вечер через песни и музыку творческий тандем вокалиста Рината Урумова и аккомпаниатора Майи Барануковой транслировал зрителям аутентичную музыкальную культуру адыгов. В их исполнении меломаны услышали старинные черкесские национальные мотивы и авторские песни, которые со временем стали практически народными. Настолько они стали идентично фольклорным. Программа вечера делилась на циклы, включавшие в себя музыкальные композиции разной тематики. Песни плачи, рожденные болью народа в трагические лихолетия адыгского этноса особенно сильно отразились на восприимчивость зрителя. Лирические мотивы сменялись шуточными композициями, другие отображали подвиги героев нардского эпоса. В репертуаре солиста Академического государственного русского хора имени Александра Свешникова Рината Урумова песни родного народа стоят особняком. Они часто звучат на различных музыкальных сценах страны, но выступления дома всегда волнительно, считает вокалист. К сожалению, к большому сожалению, очень редко получается выступать на родине, выступать перед родным зрителем. Поэтому это всегда волнительно, тем более с таким репертуаром, с песнями, с народными песнями, своими родными песнями. Это волнительно, но в то же время это очень-очень-очень приятно. Я всегда рад выступать на родине. Больше 10 лет длится музыкальное сотрудничество вокалиста и аккомпаниатора. Майя Баранукова с отличием закончила консерваторию Краснодарского государственного института культуры по классу аккордеона. Выступала на различных подмостках не только России, но и за рубежом. Неоднократный призер и лауреат международных фестивалей и конкурсов сейчас свои творческие планы реализует в столице. Мне больше, знаете, тоже интересует такая старинная, аутентичная музыка. Я сама тоже работаю сейчас вот в Москве, работая над созданием своего ансамбля, так скажем. Но там больше она такая интернациональная будет, но там больше уклон все-таки будет на адыкскую музыку. Я вот потихоньку собираю состав именно старинной музыки, та музыка, вернее, которая уже немножко утерянная. Хочется это все восстановить, чтобы, так скажем, даже находясь в Москве, мы проносили свою культуру, показывали свою культуру. У нас очень много красивой музыки, хочется это все показать зрителям. С чувством особой гордости за успехи своей ученицы на выступление смотрит первый наставник и проводник в мир музыки Люся Озова. С садика заметила этого ребенка, но поступив в школу, когда ее мама ко мне привела, я была очень рада. И с первым же уроком я сразу поняла, что она из нее выйдет, такой настоящий сильный музыкант. Мы ею гордимся, а он ею гордится. Вечер в узком кругу ценителей аутентичной музыки прошел в соответствии с ожиданием обеих сторон, участников музыкального раута. Слушатели получили эстетическое удовольствие, а исполнители – чувство удовлетворенности за неподдельную радость зрителя. Фатима Даурова, Ринат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия.